господа и примкнувшие к ним дамы снова здравствуйте канал instagram переехали в гараж с кухнем и из виноградника до сегодня жарковато виноградники на виноградники не можем сниматься там бетономешалка работает там шумно в другом месте где нету тинька извините жар мы и так потеют а тут еще это самое да боюсь мы с евгением совсем заплывем ну что у нас новинка ну поспорили для запись потому что мне кажется что я давно видел была водка солодовая у нас уже значит климическая но появилась солодовая платину она появилась совсем недавно значит отличие от обычной солодовый здесь тоже солодовый спирт альфа и вода тут больше ничего нет да там интересно написано вода питьевая и спирт эти логики фронт из пищевого сырья белла альфа ну да с использованием солода изготовленные с использованием солода вот значит это разлив 10 июня 24 года то есть свеженькая свеженькая ну и собственно вот мы решили ее делает климатически это климатич как и это самое ценник то что-то 13 рублей за 11 или за 10 что-то по разному магазинам в разную цену стоит как вы знаете у нас же любят в одном 15 в другом 10 в третьем 13 но суть короче а-ля 10 плюс для мне недавно жаловались на свояк по 13 сказали что это такое свояк 13 тоже он же 9 мне нравится что жалуются как будто живут в другой стране но видят это постоянно мы сегодня кстати с тобой свояк видели у них ребрендинг ребята это самое мы не стали брать потому что это все тот же еще не свояк но уже то кстати за миг уже не x6 x5 так нет x6 есть тоже есть x6 это который этот прости господи пасхальный кулич а это вот там это да ну что тут состав тут самая чистая водка спирт вода все больше ничего не нравится солод конечно я боюсь что будет вот этого травяниста но с другой стороны будет прикольно прикольно попробуем вскрывай он сверху это есть для пытливого ума обозначено зло даже с красной полосу ничего себе даже снялась и мне самое главное что акцизом не заклеили и и были это ну я не знаю упаковщику номер 12 спасибо потому что обычно но ну и на том спасибо так наливал бы уже раз я же все время потом кричишь потом много я же с левой руки я этот ну неправильно буду разливать меня будут ругать что я не так она развивается за счет горлышка бутылки потому что вот я не люблю эту форму горло это самое плохое что можно было придумать вот такое горло потому что вот это вот широкая штука и ты не можешь нормально лить она смотрится красиво смотрится красиво на полке да функционал а функционал отвратительного носа хотя бы сделал чтобы лечь кстати бы продавили хоть здесь нету кстати в каких-то коньячных вот с таким я встречал где делают это ну хотя это тоже мало помогает но суть суть ну что штука нас ждет водочка такая водочка водочка вода и рачка запах водички спирта спирт с водой запах коротко за устойчивый рушники устойчивый запах медицинского пункта трушненько я бы сказал на самом деле пахнет уже по микрофону стучу трушненько и что-то тоже тягушишь не ну это слушает а спирт вода что-то такого какие-то могут быть ножки ладно давай мы начнем это без экспериментов с рюмочки просто водочка средненькая я бы сказал без восторгов но и без каких-то ужасных этих самых ну да с учетом того что еще раз можем повторить что не в одном ролике что водку вот так вот с этих это несколько извращенцев стране ну на камеру особенно а из рюмки она замечательно просто пахнет водкой заводочные извращения до ну так такая горчит это первая рюмка я пока то самое с большего что такой классика вкус немножко достаточно кстати неплохо зашла нет у нас ушла неплохо но учитывая что вообще первая рюмка и вот жары тут мы сюда зашли это самое все равно такая горьковатая во первых солодит может это мне так солотою чувствуется нет я имею ввиду сахар 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 что слышно языке а да аж прям вот стоит это самое да и что-то как-то хочется подсмыть подсмыть или запить или это самое но она такая не знаю как запить вот просто подсмыть хочется чем-нибудь там но это водик или огурчик не это обычно и говорит о том что хочется запить если тебе хочется смыть именно но это такая водка под запиончик с большего ну пока слушайте неплохо она достаточно зашла и мне понравилось что возвратки сильно нету но есть такое вот это знаете ну это это моя это самая давняя беда с этими солодовыми водками у меня потом вот долго стоит это ощущение во рту такого ну даже не сколько во рту сколько вот здесь вот такое это вот спирта с чем-то смешанного такого ну и вот такой это не выхлоп вроде бы но и такая штука ну я как это называю посмотрим как будет с накопительным эффектом чтобы и дальше ну не знаю по первой рюмке то она и проваливается дальше с хорошо и в нос ничего не идет ну вот у меня вот во рту вот это чувство вот как есть такое понятие горькие водка за горькая водка ну да она такая я бы сказал что это труба дыра ну что по 2 из возьмите если на свадьбу если кто-то будет качать горького это вот это будет вот на второй рюмке уже вот это вот солодовая присадка она чувствуешь сильнее ощущается и мне она не очень нравится но это моя личная беда малосольный спасатель просто все-таки да вот ее надо чем-то буквально чуточку надо то есть не надо там не надо мясу набрать туда или там под шубу или какой-то салат жертвы с войны за вот что-то вот вот такой вот помидорчик огурчик фруктик дорога яблочко там груш отбивнушки кусочек там виноградик вполне будет достаточно вопрос то что ну как-то долго на такой запуске табу протянешь чтобы не уйти в состоянии сопли это хорошая водка под суп да под борщ замечательный вот тут я называю щи борщи там это все мы все эти солянки все она хорошо она во первых имеет вот этот вот вкус когда ты выпиваешься действительно так и ты потом такой хлоп хлоп острым этим супчиком каким-нибудь ну с перчиком хорошо было бы в целом да по мне чем потно ну без восторгов обычная нормальная водка ну да такая типа нормальная ну с учетом то что это еще и кремовича который все время там тоже его шарахает тут не это вполне можно вполне очень хороший ну для этого зовут я бы сказал что спокойно могу в течение вечера вот да да а с учетом того что многие еще ставят любит так и в холодильничек она надолго и она будет еще холодильник это у нас тут она и в машине грелась и тут была стояла на солнце пока мы тут догадались гараж перебраться и прочее ну по мне так ну вполне что подводим итог сильно много говорить то не о чем знаете как вот ну это скажем это водка которая не вызвала и откровенного отвращения и вызвала откровенного восторга куда это абсолютно такая среднестатистическая нормальная которая может вам зайти может не зайти здесь уже не слушайте если вы нормально пьете водку то с вероятностью там 90 процентов вы это будете нормально пить то есть нету тут нету атрибутов ужасной водки вот это все спиртовые выхлопы сильные да там когда запах нехоро ну когда что-то нехорошо когда на обратно после рюмки лезет здесь все нормально все хорошо и даже вот сейчас я говорю мы с дороги мы приехали мы это самое там не жрамши ничего и ну по сути на свежий абсолютно рецепторы так вот сразу с водочки и никаких вопросов не знаю балов всем по мне такой ну хорошим хорошим такая средняя нормальная водка вот все все но я не знаю просто пройдешь еще раз просто дух она просто есть есть да она просто водка все ну что тогда лайки подписки комментарии заходите в чат и донаты и все прочие социальные запрещенные разрешенные возможно скоро вновь разрешенные в россии потому что поговаривают о том чтобы разрешить обратно инстаграм да и не только наш канал но и в целом инстаграм на youtube махну они там вроде как уже говорят о том что youtube скоро вернется нормальной работе потому что кто его будет блочить слушать ладно ну простите меня там какие-то оппозиционные каналы существуют еще там что-то но там же куча и проплаченных которые на которые потрачена гора бюджетных денег конечно и это все куда в помойку выкинуть ну а поверьте мне того что начнут там в россии конкретно замедлять или еще что-то делать ну будут супер или смотреть или ну люди же запрещены грамм сколько запрещены официально до экстремистские ресурсы люди до сих пор сидят там друг друга лайкают и рекламу каждого россиянина это самое практически есть и ну и все это самое пользуются и все нормально так так и тут а у нас белоруси в принципе он как работал так и работает ну и мне кажется что и в россии будет потому что это никому не выгодно и тикток у нас работы и водку после 22 и деньги большущие в этом крутится же не научас его убери да ну хорошо там это но все же эти и но агенты которые признаны да там всякие не имена которых произносить нельзя которых большие миллионы в просмотрах они же налоги то в россии платят в том числе вот и это что же большая достаточно статья доходов представьте сейчас чтобы какому-нибудь ну начинать куда переезжать на какую просто нету платформы достойны на которую можно было вк-видео но там гораздо меньше пользователей находится и ну вряд ли там будет тот же самый и там пока не понятно что со всеми остальными бонусами и плюс говорят стримерская платформа хорошая лучше чем может быть этот самый как это не не дважды это твич твич вот может быть мы когда-нибудь попробуем стрим на вк запустить параллельно ютубу ради интереса но это знаете как когда мы доживем до стрима у нас же у нас же стримы раз в год три года каналу три стрима было вот два два раза три было два три печально 2 1 3 значит будет в этом году наверно или в следующем ну когда-нибудь просто слушайте там тоже есть нюансы зачем почему в общем ладно пейте хорошие напитки бывайте здоровы